А за репост этой записи с видео у меня на странице ВК, я разыграю 2 или 3 сигны между вами, так что всё в ваших руках. Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Онис, и это потерянный эпизод Джинглики. Эту серию я нашёл на главном канале Джингликов, и меня это пугало. Серия началась с того, что в этом маленьком городке был какой-то конкурс. Все участвовали за приз. Контракт с дьяволом. Сынее чудовище сломало сцену, но оно было не такое, как всегда. Его глаза светились и были загипнотизированы. Им кто-то управлял. Переход на принцессу модельера. Она готовила своё новое платье, и она была очень рада. Федюня хотел нацепить на манекен голову дракона, но модельерша отказывалась. Он показал ей невероятные трюки, за которые она ему и дала свой манекен. Но это было зря. Он схватил его и не снял платье. Модельерша очень сильно кричала, чтобы тот отдал ей платье, но он её не слышал. Когда Федя вытянул его на сцену, он начал показывать приёмы. Но синее чудовище выскочило и забрало меч. Он всё делал под гипнозом. Им кто-то управлял. И он начал махать. А позже он активировал огонь. И произошёл большой взрыв. Платье сгорело. А всё остальное получили сильные ожоги. На фоне были слышны ужасные крики. Всем было ужасно больно. Фросси убежала в лес. Но она там упала. И без сознания лежало несколько часов. Её нашло чудовище и привело в сознание. Но ненадолго всё было хорошо. Он достал два ножа и со всей силы вопнул Фросси. Фросси умерла. Она лежала и стекала кровью. Выскочила надпись спустя три с половиной дня. Показано, как белокур висит в платье Фросси. Он покончил с собой. Это было слишком ужасно. Я был испуган. Мне хотелось быстрее убежать куда-то, чтобы об этом забыть. Но я не смог. Через время моя девушка позвонила мне и сказала, что она увидела страшную серию джиндлигов по телевизору. Это была та самая серия, что видел я. В комментарии пиши предположения, кто же по-твоему загипнотизировал синие чудовище. На этом всё. Тобо Сергеонис, поставь лайк тебе. Это всего-то 200 секунд, дай мне приятно. И подпишись на мой канал, я бы хотел себе такого крутого подписчика, как ты. А также расскажи об этом видео своим друзьям. И помни, это всего лишь моё воображение.